Доброе утро! Меня зовут Светлана и мы сегодня поговорим об утреннем кормлении. Вот на сегодняшнее утро, сегодня минус 12, как видите очень холодно, мы приехали. Мои девочки очень голодные, так что все надо делать быстро, замешивать быстро. Здесь находятся три черпака зерна смеси, здесь уменьшена кукуруза уже, а так все, здесь находится ячмень, пшеница, овес, кукуруза, горох. Вот, вот это ведерочка, это сухая смесь, сюда вводится еще два черпака вот таких, у меня отруби и отруби, у меня постоянные отруби, я считаю вообще незаменимый. И сейчас мы взвесим, сколько это у меня будет, это вот утреннее кормление. Ну вот, 1,7 кг выходит у меня на сухим, вот это на всю мою птицу с утра, сейчас я еще скажу какие добавки. Так, буду высыпать мою ведерочку, вот видите, я уже по ведру, по своему тазику знаю, вот это их утренняя коза. Сюда две ложки кальция-3 фосфата, сюда ложка серы, сейчас обязательно, и три ложки у меня идет мясокосной. Также сюда вводится фроса, или сорга, это обязательно, даже многовато. Сюда вводится соя, я им даю ее через день. И сыплю также ракушечник, так как сейчас начинается клиничка. И вот видите, все, теперь этой теплой водичкой я разбавлю, тепленькой водички. Утром я им стараюсь сюда давать мешанку, и зимой даже. И надо быстренько все это делать, нельзя расслабляться. Девочки мои хотят кушать, все хотят кушать, потому что еще только утром. Вот это их утреннее, вечером будет зерно. Где-то зерна дам грамм по 50-60 на голову приблизительно. Ну вот мое холодное стадо, надо быстро их отвлекать. Я уже приладилась, иначе они будут атаковывать. Все, что рассыпается, они съедят, не переживаем. Так, ну-ка, Петя, качайте бегать. Иди, моя маленькая. Это вот у меня локчу посадила в этом году. Она села вместе с яйцом, которое заложили на инкубатор. Вот эти кормушки, вот все, что я им дала, они сейчас все это съедят. И все. Что, нету вкусенького? Картошку ищут. Нету картошки. Уходите. Сейчас принесем вам тепленького чаю. Видите, рыскают из кормушки в кормушку, думают, что картошка. Картошку еще сейчас сварюем. Картошку много не балую, но, конечно же, балую. Картошка еще есть. Вот такое у нас утреннее кормление. Сейчас они поедят. Вылись из кормушки. Марка. Ну, вот, как видите, у нас минус сегодня 12. Они у меня едят все равно на улице. И минус 20 ели на улице. Потому что сараям нет. Размещать на кормушку очень неудобно. А здесь, как говорится, больше места. Да и светло. Вот сейчас через некоторое время они съедят. Мы вам покажем. Сейчас пойдут бегаю, чайку им налью. Ну, вот, я сбегала за чайком. Вода у меня сейчас похлощенная. Потому что все-таки холодно. Чуть-чуть песочка просто. Здесь пятилировая водичка. Ну, две столовые ложечки я им сунула. Сейчас они все это скушают. Кормушки я потом поднимаю. Я покажу. И все. Они уже будут тут копаться сами по себе. И больше я им пока до вечера ничего давать не буду. В зависимости, в какое время мы будем их кормить. Вот это мое утреннее кормление. Вот. Но сейчас надо обязательно увеличивать белок. Горох. Я им еще даю где-то вареный горох. Могу вечером сварить, дать. Потому что идет ленька. Как вы видите, вот видите, киря можно даже вытащить. Она не почувствует. Здесь уже вот она облинивается. Курица. Вот. Поэтому я обязательно сегодня вожу через день им сою. Можно соевый шрот. У меня вот соя струдированная. Я рассказывала о ней. Она очень хорошая вещь. Помогает в яйценосности. Пока сюда, кроме песка, никакого что добавки я им не водила. Просто водичка и песок. И в течение дня я буду тепленькую давать. Потому что теплая вода согревает у них весь организм. Все-таки лучше холодной. Сейчас они поедят. Я же не сильно намочила им земную смесь. И они потом будут прекрасно пить. Сейчас они поедят. Мы вам покажем, что все съели. И у меня никогда не насыпано. Ничего вот. Ни с чем у меня не стоит. Все. Вот это ихня кормешка. Хотят едят. Хотят едят. Ну вот, мои девочки поели. Вот зобик вот такой средненький. Как говорится, не надут сильно. Им этого хватит до вечера. Больше ничего у них не остается. Полностью кормушки все пустые. Теперь я все это поднимаю. Ходите. Да, 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 да. Чтобы они не гадили в них. Потому что птица есть птица. Ходите. И вот, как видите, минус 12. Куры мои поели. Сильно влажную я не делаю мешанку. Все, что надо, они потом допьют из воды. Вода обязательно теплая. Ничего у них больше тут не валяется. Ничего им больше сыпать не буду. Все, что нужно, я им ввела в это кормление. Как говорится, не перекармливайте. Еще раз говорю. Когда забиваю, я всегда смотрю. Если я вижу, что курочка где-то там в жиру. Вот есть у меня уже возрастные, которые уже сейчас уйдут. Потому что новое племя уже подрастает. Вот. И я уже буду смотреть. Правильно я делала все это всю зиму или нет. Потому что по-другому оно нельзя посмотреть. Несутся они сейчас чуть-чуть у меня остановились. Потому что ходят молотки в линьку, которые родились в том году. Они обязательно весной войдут в линьку. Потому что это их первая будет весенняя взрослая линька. Им будет уже туда-сюда год. Начало второго. Вот. Так что смотрите. Вот у меня Элигорный на улице. Тошим то же самое. Теплый чай. То же самое мешал. Только в меньшем размере. Часть еще старая. Но они сейчас постепенно выйдут. Как говорится. Ничего им не холодно. Тут я завесила, чтобы они к соседям не достали. Сейчас, конечно, потеплее. Здесь сетку натянем пластмассовую. Потому что это легковесная птица. И будем ждать. Они должны в начале апреля по-хорошему разнестись. Как заявлено в этой породе. Вот так, конечно, курочки сформировались хорошо. Петушки вообще это огонь. Петушков я еще таких не видела. Вот. Из всех пород, которые были. И доминантов. Так что видите. Ничего им не холодно. Динус 12. Маленькие. Они у меня выросли, как говорится, в сарае. Все-таки в холодном. Сейчас они вот здесь так и находятся. В сарае. На ночь, конечно, я загоняю их в сарай. Потому что они, говорю, они очень легковесные. Могут от любого шума выскочить у меня в тот отдел. А тут уже взрослые сидят. Курочки и петухи. Так что будут вопросы, задавайте. Главное не перекармливать. Этим я еще норму не ввожу. Потому что они еще растущие организмы. Вот как только начнут, помаленько уже нестись. Но они много не едят. У них сок намного меньше. И потребность у них, конечно, в еде намного меньше. Они тут сейчас будут потом копаться. Сейчас, конечно, холодно. Сейчас чуть-чуть потеплеет. Видите, они ловят лучики солнца. Это очень полезно. Потому что это витамин D. Хорошее усвоение кальция. Так что, смотрите. Вот эти выросли у меня в экстремальных условиях. Я с ними возилась всю зиму. Но посмотрим, какой будет результат. Так, конечно, птички вообще шикарные. Курочки. Курочек просят ради бога. Наверное, нет. Все-таки хочу попробовать сама посмотреть, что это за птица. Потому что у нас уже птица на рынке подорожала. Фабрично. И будет только дорожать. С яйцом, как я говорила, еще у нас... Но в любом случае яйцо будет очень дорогое. Потому что все растет. Так что будем выкручиваться своими силами.